В Наринмаре завершилась первая конференция «Северный завоз. Новые пути и возможности». Два дня участники обсуждали наиболее острые проблемы северного завоза, с которыми сталкиваются все районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Это 25 субъектов Российской Федерации, где проживает почти 3 миллиона человек. О проблемах и решениях расскажет Мария Владимирова. Первая конференция «Северный завоз. Новые пути и возможности» стала стартовой площадкой в решении стратегических задач, стоящих как перед арктическими регионами, так и правительством России. Деловая программа первого дня открылась пленарным заседанием на тему «Северный завоз» как фактор устойчивого развития удалённых территорий. Как отметила директор проектного офиса «Северный завоз» Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России Юлия Зворыкина, устойчивое обеспечение районов Крайнего Севера – одна из приоритетных задач. И эта конференция должна стать отправной точкой в решении стратегической задачи, опережающего «Северного завоза». «Мы как раз занимаемся разработкой неких единых правил, которые позволят всем ориентироваться на какие-то подходы. Не всегда региону легко найти какие-то оптимальные пути, немного площадок, где можно обменяться мнениями и опытом наиболее успешным. Поэтому над этим мы и работаем. Я надеюсь, что вот это мероприятие, на котором мы присутствуем, оно заложит основу для того, чтобы диалог был организован. В том числе мы постарались привлечь федеральные ведомства. Они тоже не все готовы участвовать в этих процессах, потому что у каждого своя функциональная некая нагрузка, но нет никакого одного ответственного за это». Назначение ответственных лиц – это хорошо, говорят участники конференции. Но прежде всего необходимо поменять подходы государственной политики по развитию Арктики и Северного завоза. Так, например, власти Якутии предложили передавать полномочия по Северному завозу регионам. Этот шаг позволит развиваться арктическим субъектам. «Мы вопросы ставим очень серьёзные с точки зрения даже федеральной поддержки, потому что сегодня есть такая разобщенность подходов в целом. Я же говорил о том, что нужно нам разграничить полномочия в 184-м федеральном законе. Даже исходя из межбюджетных отношений, направляя средства из государственного бюджета республики, мы должны доказывать, что это полномочия наши. Сегодня эти полномочия не распределены. Очень много вопросов, которые ставит и Егор Афанач Борисов, наши главы республики и мы их озвучиваем, направлены на то, чтобы поменять подходы и применить новые подходы государственной политики по развитию Арктики, по развитию Северного завоза». Затраты предприятий республики Саха и Котя только на топливные энергетические ресурсы составляют ежегодно 12 миллиардов рублей. При этом государство предоставляет субсидии, гарантии и кредиты только на половину этой суммы. Поэтому республиканские власти вынуждены дополнительно поддерживать участников Северного завоза, а это приводит к росту госдолга. Сейчас, в соответствии с соглашением Минфина, он составляет 47%. «Мы в республике значительную поддержку оказываем своим предприятиям, но это увеличивает уровень госдолга субъекта. Взаимоотношения с Минфином Российской Федерации не позволяют переходить через этот уровень. Мы говорим о том, что давайте тогда государственную поддержку, которую мы в регионах оказываем, ее надо как-то вывести за эти соглашения, потому что для нас очень важно поддержать предприятия, участвующих в Северном завозе. Если мы это не сделаем, то предприятия не справятся с поставленными задачами и поставят под угрозу вообще жизнь на севере». Свои предложения по Северному завозу в ходе конференции высказал и Ненецкий округ. В частности, рассмотрение на федеральном уровне механизмов субсидирования участников Северного завоза. «Принципиально важно, с учетом сложного финансового положения бюджета, за счет оборотных средств ресурсников, это сложно выполнимая задача. На данный момент наши операторы вынуждены брать кредиты на общих основаниях, что негативность оказывается на их финансовом положении. Для данных целей мы проговаривали с Сбербанком, с Банком ВТБ, они готовы пойти на навстречу, но на данный момент это все на стадии проектных проработок. Надеюсь, нас услышат после нашей конференции, что федерация примет какие-то адекватные меры поддержания. И пример показательный, то, что озвучил наш коллега с Якутии, у них та же самая проблема, только в более серьезных масштабах». Еще одна проблема, в том числе и для Нейнского округа, это изношенность инфраструктуры. «Ведь инфраструктура не обновлялась уже годами, а правильность ее эксплуатации зависит от жизни жителей округа, потому что если топливные парки, в которых хранится топливо, придут в негодность, что, соответственно, это поставит под угрозу жизни жителей, которые живут в этих населенных пунктах». В обновлении нуждается и флот, участвующий в Северном завозе. На сегодняшний день 75% судов изношены. Для обновления речного и морского транспорта должны быть приняты соответствующие меры господдержки. «Строить новый флот. Это назрело уже сегодня на самом деле, потому что флот у нас весь построен в советское время. Мы вот смотрим сегодня, на риски некогда докладывают, но бизнес он бизнес, да, а здесь все-таки социальные вопросы. Если построить судно, которое стоит 1 миллиард сегодня, и отбить его за 50 дней в году, это очень сложно. Если мы его угоним, где оно поработает, оно не успевает прийти, придет уже к конец навигации. Поэтому надо его держать там, и, конечно, нужно, чтобы с помощью государства каким-то образом думать дешевых денег, длинных каких-то, я не знаю. Высказанные предложения легли в основу резолюции, которую приняли сегодня во второй день работы конференции. Документ будет направлен председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину. Кроме того, принято решение, что следующая конференция пройдет в республике Саха-Якутия. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.